Братья и сестры, я здесь хочу свое мнение сказать, что такое грех не к смерти. Написано, кто видит брата, согрешающий грехом не к смерти, пусть молится. Я понимаю, что грех не к смерти, это грех по неведению. То есть, когда человек сделал поступок, не зная, что это грех. Как к такому поступку нужно относиться? Вы помните, друзья, первосвященник один раз в год входил за завесу. С кровью Агнца, за грехи свои и за грехи неведения народа приносилась жертва. В книге Левит мы читаем, что если человек сделал грех по неведению, не зная, что это грех, а потом узнал, что это грех, то что должен человек был сделать? Он должен был исповедовать этот грех и принести жертву за грех. Он не знал, что это грех, но тогда, когда он узнал, что это грех, он должен был принести жертву за грех. Братья и сестры, в практике христианской жизни бывает так, что люди приходят из мира в церковь, и они делают какие-то поступки, например, не зная, что это грех. А потом проходит беседа в церкви, и люди начинают понимать, что они допускали грехи, грехи по неведению. И они в этих грехах каются и исповедуются в этих грехах. Или вот человек говорит, я не знал, что это грех, а теперь я узнал, что мне надо делать? Покаяться надо. Друзья, вот разъяснение о грехах, зачем мы читаем? Чтобы мы все знали, что есть грех. И какие-то вещи нам открываются, мы раньше в себе это не замечали, а в процессе очищения священием мне это открывается. Должен ли я покаяться? Должен покаяться. Продолжение следует...